Вопрос о подготовке к выбору народных государств в Украине 28 октября 2012 года представляется Михаил Маркович Дубкин, председателю Харьковской областной организации партии ГИБОН, председателю Харьковской областной государственной администрации. Вопрос о подготовке к выбору народных государств в Украине 28 октября 2012 года старта избирательной кампании. Партию, которая в октябре этого года будет отмечать свое 15-летие и имеет за плечами череду уверенных побед, выборами не удивить. Это привычная часть нашей работы. Тем не менее, каждые выборы особенны по-своему. И каждые выборы заключают в себе новые, особые вызовы и возможности, как для их участников, так и для страны. В чем и для нас, в чем же для нас будут состоять особенности этих выборов? Во-первых, как я уже сказал, это выборы по смешанной системе, когда половина парламента избирается по противным спискам, а вторая половина по одномандатным округам. В разработке такого закона приняла участие парламентская оппозиция, которая в итоге отдала за него свои голоса. Этот закон приветствовала и Европа. Сейчас, когда на календаре остаются в семи шеда до 28 октября, оппозиция, как обычно, поменяла свою точку зрения на прямо противоположную. Теперь этот закон плохой и недемократичный, поскольку Яценюки, Тихнибоки, Турчиновы, Катеринчуки, а с ними и все остальные, кто мнит себя лидером и рассчитывает ехать в парламент на юлиной больной спине, уже сегодня готовит себе оправдание. Ведь тот процент, на который они выходят, никак не вяжется с их тезисом о том, что вся Украина спит и видит, как бы дождаться выборов, чтобы вернуть всех бывших во власть. Эти пауки в банке изображают трогательное единение перед выборами, но они толкнутся на довольно узком электоральном поле. А в таких случаях, как пел классик, пряников сладких никогда не хватает на всех. Но как бы и кто бы не критиковал смешанную систему, она сегодня является наиболее оправданной и эффективной для Украины. С одной стороны, она позволяет сохранить ответственность партии за тот стратегический курс развития страны, который они предлагают избирать. Содержит себе стимулы для формирования в Украине крупных системных политических сил. Без этого развитие и нормальное функционирование демократии невозможно. История независимой Украины тому подтверждение. С другой стороны, такая система позволяет приловить государственную политику на территорию конкретного оборудования, перевести ее в плоскость решений конкретных проблем конкретных избирателей. Технологи могут написать тебе самые красивые лозунги. Но если у тебя нет команды, если у твоей партии нет личностей, способных завоевать, а затем не оправдать доверие людей, то грош цена твоей партии. И в этом смысле очень показательна ситуация в Харьковской области, где вся разношерстная оппозиция, которая у нас номинально числится, не смогла собрать в гору пососинки ни одной достойной фигуры, которую они смогли бы выставить против нас. Даже самые известные из них рвутся в список, потому что понимают, с таким шлейфом в кавычках добрых дел, которые у них за спиной, они на любом округе пролетятся с листом. Когда определялся состав кандидатов, которые будут представлять партию регионов в 14-м вожиданных округах области, проводился ценный ряд социологических исследований. Все опросы показали, единственными, кто может составить конкуренцию нашим кандидатам, являются наши же однопартийцы. Мы выбрали самые достоинные. И сегодня будем рассматривать вопрос о том, чтобы рекомендовать съезду выкладить перечень кандидатов в одномандатных округах области и включить в партийный список всех тех наших товарищей, которые получили наибольшую поддержку первичных и районных партийных организаций. Я не сомневаюсь в их победе и глубоко убежден, это будет не только самая сильная команда харьковских депутатов за все время независимости Украины, но и самая сильная региональная группа в будущем парламенте, которая сможет достойно представлять интересы и позицию харьковщины как главного интеллектуального региона страны. Вторая особенность этих выборов будет заключаться в том, что они должны стать важной векой в дальнейшем утверждении Украины в качестве сильного, самостоятельного государства. Так сложилось, что с момента провозглашения независимости в силу своего геополитического положения огромного экономического и социального значения Украина оказалась полем для соперничества различных центров силы, каждый из которых стремился видеть нашу страну в своей орбите. Это могло бы стать нашим конкурентным преимуществом и источником выгод для украинского народа, если бы эти взаимоотношения строились в формате равноправного партнерства. Но они строились в совсем другом формате, яркой иллюстрацией которого стал тот кабальный газовый контракт, который был подписан Тимошенко. Будем говорить прямо. Этот контракт позволил одним махом решить все проблемы России и Европы за счет благополучия Украины, которая на долгие годы вперед снизила конференцеспособность своей продукции и вынуждена ежегодно вымывать из своей экономики лишние 6 миллиардов долларов, которые должны были быть направлены на развитие инфраструктуры и социальное обеспечение людей. Два года Украина ломает эту пагубную традицию, борясь за право стать полноместным субъектом международных отношений. Чтобы наполнить реальное содержание понятия своей государственной независимости, правослашенной в 1991 году, используется весь спектр дипломатических инструментов и экономических аргументов. Естественно, это встречает жесткое противодействие, поскольку в клуб сильных государств принимают только сильных. Это нормально и понятно, таковы правила игры. И если мы посмотрим на сам Евросоюз, то сегодня между его членами также идет беспрецедентная информационная война. Но для меня, как гражданина Украины, является ненормальным и непонятным то обилие пятых колонн, которая за 20 лет расположилась в украинской политике и медийной сфере. Самую неприступную крепость можно взять, если от нее вынести ключи. Я не стремлюсь записать всех наших оппонентов под одну гребенку во враги Украины. Но призывы к Европе, России, США или кому бы то ни было еще вмешаться внутренних делах Украины, чтобы помочь тем или иным политикам избраться в парламент или избежать доказания за свои коррупционные деяния, я для себя квалифицирую однозначно. Это предательство национальных интересов в угоду своим личным. Выборный период продлится вплоть до конца осени, когда будут подведены итоги выборов, оформлено большинство в парламенте и сформировано правительство. И все это время со дна будет подниматься вся эта муть. Мы будем ежедневно сталкиваться с провокациями и спекуляциями, целенаправленными попытками подрыва международного авторитета от Украины. Еще не успели утихнуть истошные призывы оппозиции бойкотировать евро в Украине, но мы провели его на самом высоком уровне. И тот гроб, который английские болельщики отправили к каналу BBC и капитану своей футбольной команды за системную дезинформацию по поводу ситуации в нашей стране, был адресован и украинской оппозиции, поскольку именно она заказчик и конечный получатель. Мы знаем, что стратегия оппозиции на этих выборах станет попытка системной дискредитации воли изъявления избирателей. Подготовка к реализации этого сценария идет уже давно. И выставление технических кандидатов в округах, вся функция которых сводится к тому, чтобы обозначить свое участие и заявить о фальсификациях, его важная составная часть. Именно поэтому сегодня поднялся такой войк по поводу установки веб-камер на избирательных участках. Ведь так заявить о фальсификациях будет значительно сложнее. И здесь надо отдать должное Европейскому Союзу, который не согласился априори признать выборы в Украине недемократичными, если в них не будут принимать участие Тимошенко и Луценко, чего вопреки всем законам добивалась оппозиция. И, наконец, будут попытки внести очередной раскол в украинское общество по принципу «разделяйте власть». Они уже есть. И та истерика, которая развернулась в медийной сфере вокруг закона об основах государственной языковой политики, как раз является примером таких технологий. Харьков давно и успешно выстраивает стратегическое сотрудничество со столицей Западной Украины, городом Львовом, да и со всей Львовской областью. Мы постоянно общаемся, поддерживаем контакт. И я могу сказать, что никто из тех, кто удосужился прочитать закон, не увидел в нем никакой угрозы украинскому языку. Потому что в этом просто нет. Те люди, которые в первой половине прошлого века пережили волну русификации, сегодня очень хорошо понимают нашу позицию и уважают наши права. Точно так же, как они уважают права еще десятка этических групп, которые компактно проживают на территории Украины и отныне получают возможность свободно использовать свой язык. Оппозиция бросила все силы на то, чтобы дезинформировать общество по поводу содержания этого закона. Но отклик нашла только среди тех немногих, кому не хватило знания украинского, чтобы его прочитать. Или же те, кто благодаря голодовке посреди пустых площадей решил выстроить свою карьеру, раз этого не позволяют добиться профессиональные таланты. И численность акций протеста в Киеве, а тем более в Харькове, красноречивы тому показатели. Вечных борцов с мировыми загоровами перед Белым домом в Вашингтоне сидит значительно больше. И на них уже давно привыкли не обращать никакого внимания. В этот раз сценарий провалился. Но будут и другие. Все это вызовы, которым партия регионов должна будет противостоять. Не только как партия власти, и не столько как участник выборов, а как единственная, системная, мощная политическая сила, которая доказала свою способность стоять на страже национальных интересов страны. На каждую провокацию, каждую попытку подорвать имидж Украины, внести искусственный раскол украинского общества при помощи дезинформации и любых других технологий, мы дадим достойный ответ, четко донеса до людей истинную картину. Мы будем продолжать вести Украину не простым, но единственным возможным путем экономических преобразований и социальных реформ, который приведет нашу страну к успеху. И по факту вытеснит из украинской политики всех, кто видит в слабости Украины свою силу. Точно так же, как реальные результаты нашей работы в Харьковской области сбросили в придорожную пыль местную оппозицию, которая теперь просто нищим и кей плюнет. Я верю, что Украина станет тем государством, где люди смогут испытывать национальную гордость независимо от того, в каком регионе они проживают. Государством, где слово патриот, произнесенное на русском, и слово патриот, произнесенное на галинском диалекте, будут не антонимами, а синонимами, обозначающими тех людей, которые сообща кладут все силы на развитие своей страны, независимо от того, на каком языке они говорят. Это цели, которые ставят перед собой наша партия. Это цели, для достижения которых мы идем на выборы. И мы обязательно одержим очередную убедительную победу, потому что украинцы хотят жить в сильной Украине и не видят никого, кроме нас, кто мог бы навести порядок в стране, обеспечить ее развитие. Вместе победим! Уважаемые директоры, переходим к обсуждению доклада. Просьба вопросов докладчика передавать и не подержим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.